Добрый день! Я вас приветствую в мастер-классе по скраббукингу. Сегодня мы с вами сделаем мини-альбом для детишек. Размер нашего альбома будет 20,5х10,5 см. Итак, что же нам понадобится? В первую очередь, конечно же, скраб бумага, как основа нашего альбома. Возьмем три листа бумаги с тематическим рисунком, односторонний. Еще один лист у нас пойдет для корешка. Итого четыре листа размером 20х20 см будут нашими листами и корешком. И наша обложка. Обложка должна быть двухсторонней, размером 30х30 см. Из этого листа мы сейчас вырежем обложку. Что еще понадобится? Обязательно макетный коврик, на котором мы будем резать, чтобы защитить нашу поверхность. Нож. Клей. Возьмите либо уху универсал, либо момент кристалл. Также можно пользоваться момент гелем, либо уху гелем. Все эти клеи очень подходят нам по составу. Возьмем дырокол круг. Если у вас его нет, не страшно. Он нам понадобится для оформления кармашков. Можно этого просто не делать, либо воспользоваться транспортиром. И еще один дырокол, которым я буду пользоваться, это дырокол края. Но его также можно заменить. Если у вас пока нету этих дыроколов специальных, возьмите просто ножницы, которые продаются в канцелярских магазинах. Ножницы с декоративным краем. Еще нам понадобится палочка для беговки. Это тоже специальный инструмент. Если вы им пока не обладаете, возьмите спицу вязальную, крючок вязальный, либо непишущую ручку. Любой тупой предмет, который может провести линию на бумаге и помочь нам ее согнуть. Понадобится также скотч двухсторонний. Но если у вас его нет, тоже можете воспользоваться клеем. И, конечно же, железная линейка. Это обязательный инструмент. Макетный нож, железная линейка и коврик. Наша основа. Итак, давайте приступим. Итак, первым этапом нашей работы будет обложка. Для начала отмерим с каждой стороны 20,5 см. И затем отрежем размером обложку 20,5 см на 29 см. И я отрежу. И я отрежу. И я отрежу. Вот мы отрезали обложечку размером 29 см на 20,5 см. Теперь нам нужно внутренние части обложки согнуть с помощью палочки для беговки и линейки. Как мы это будем делать? Мы отмечаем палочкой для беговки с каждой стороны по 10,5 см. Это будет наша обложка. Прям палочкой отмечаем 10,5 см. Отсюда отступаем 10,5 см. Это наша обложка. После чего мы размечаем по полсантиметра с каждой стороны от обложки, отступаем. Потом сантиметр, еще сантиметр. И с этой стороны также сантиметр и сантиметр. Это мы согнем, и у нас получится 2 листа. Основа для двух листов. Оставляем еще по полсантиметра. И размечаем еще по сантиметру. Итого у нас получается 3 листа. Теперь мы сделаем то же самое с этой стороны и пробегуем. Бегуем мы, просто отложив с этой стороны то же самое. Приложив линейку, и проведем палочкой. Вот что у нас должно получиться. Аккуратная линия сгиба. Которая позволит нам в любую сторону согрунуть нашу обложку, не поломав бумагу. Продолжим по всей линии. Теперь из этого формируем саму обложку. Складывая ее по нашим линиям сгиба. А из этого мы формируем корешок. Делаем сложение внутрь всех сантиметровых загибов посерединке. После чего мы их просто проклеим. И у нас получится очень аккуратный корешок. КОНЕЦ 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 И так наша обложечка готова. Вот такая получилась обложка. Вот ее внутренняя часть, куда мы с вами сейчас будем вклеивать основные листы. Эту часть мы закроем корешком. Приступаем ко второй части. Займемся нашими листами. Для этого нам потребуется 3 листа скраб-бумаги 20 на 20 сантиметров. Берем палочку для беговки и каждый из этих листов складываем пополам. Отмеряем с каждой стороны 10 сантиметров. И проводим линию пополам. Нам нужно каждый лист сложить белой частью внутрь. Далее воспользуемся дыроколом круг. Если у вас его нет, вы можете просто пропустить эту часть. Либо воспользоваться транспортиром. С каждой стороны нужно сделать полукруг, выемку полукруг, для того, чтобы было удобно пользоваться кармашком. Теперь приступаем к склеиванию. Для начала на нижний край нанесем двухсторонний скотч. Теперь воспользуемся клеем. И промажем на сантиметр с каждой стороны здесь и здесь. Так сделаем с каждым из трех листов и оставим клей подсохнуть. Теперь наносим клей на корешок. Каждый вот этот вот сантиметр мы промазываем клеем. Итак, наш клей подсох со всех сторон. И мы начинаем приклеивать наши странички к нашей обложке. Для этого мы снимаем защитный слой. И склеиваем ее до середины. После чего прикладываем с каждой стороны нашему сантиметровому отрезку корешка. И теперь уже прижимаем и склеиваем окончательно. Вот такая получилась страничка. То же самое делаем со всеми остальными. Выравниваем все странички по уровню, чтобы сверху и снизу они были одинаковыми. И плотно прижимаем. И так вот, что у нас получилось. А наша обложка и наши листики, которые являются карманами. Сюда можно вставить несколько фотографий 9х13, либо какие-то заметки, либо теги. Теперь переходим к следующему этапу. И третьим этапом у нас будет изготовление корешка, чтобы закрыть вот эту часть нашего альбома. Итак, отрезаем от нашей бумаги с каждой стороны по 10 сантиметров. Отмеряем и отрезаем. Разрезаем ее получается ровно пополам. После чего воспользуемся опять палочкой для беговки. И отмеряем с каждой стороны по 4 сантиметра, оставив 2 сантиметра посередине для нашего корешка. Вот такой корешок у нас получается. Мы его пробеговали на расстоянии 4 сантиметров с каждого края. Сложили. И теперь нам предстоит обработать края дыроколом. Либо возьмите ножницы. Если нет ни того, ни другого, оставьте просто как есть. Вот такой корешок узорный у нас получился. Теперь нам осталось его только приклеить. Что можно добавить? Если у вас есть ленточка декоративная, либо какая-то другая подобная ленточка с рисунком на детскую тематику, можно сделать имитацию каптала. Отрезать 2 сантиметра ленты и подклеить ее на корешок. Вот сюда. После чего накрыть все это сверху нашим корешком. Тогда у нас корешочек будет очень аккуратный. Если нету, это совершенно не обязательно. Тогда нам просто нужно будет сейчас намазать клеем эти две стороны и приклеить к обложке. И так далее. Спасибо. Спасибо. Вот такой альбом у нас получился. Вот наша обложка с корешком. И внутри три полноценных листа для декора и фотографий. Плюс большие карманы размером 10 на 20 сантиметров. Сюда можно положить большое количество фотографий размером 9 на 13 или другие какие-то памятные вещи. Осталось только украсить. Вы можете украсить его на свое усмотрение, своим декором и своими фотографиями. И вот какой альбомчик у нас получился. Для фотографий и заметок. А также с большими карманами. И два маленьких кармашка на форзацах. Вот такой альбом для девочки. Красивый и нежный. Можно сделать своими руками. Приятного творчества.